Когда в моей жизни какие-то непонятки, я иду на выставку современного искусства. Ведь там вообще ничего не понятно, и мне становится легче. На этот раз меня спасает седьмая московская биеннале, которая собирает более 50 художников из 25 стран. Впервые в своей истории она продлится 4 месяца. Тема – заоблачные леса, соединение высоких технологий первозданного прогресса и природы. Например, моя бабушка, которая не использует Фейсбук. Да, что-то такое. Но твоя бабушка знает много вещей. Спасибо большое. Немецкий художник Майкл Наджар раскрыл тему конфликта технологий и природы, поднимая в своих работах экологические проблемы. Существует много лет я дедикатся к спейс-эксплорации. Ты был в спейс? Я буду в спейс. Я буду обязательно первым артистом в спейс-эксплорации. И я уже поднялся огромное космонавтическое тренинг в Стар-Сити. Да, это в спейс-эксплорации. Это в спейс-эксплорации, когда эта песня в тренинг. Это значит, что она начинает разрушаться, она начинает разрушаться. В момент тренинга, которую мы также встречаем на Земле, в моменте с климатизмом. Как ты стал в спейс-эксплорации? Это было довольно тяжело, чтобы найти дорогу. И, конечно, чтобы избежать, что она разрушает, когда мы встали. Это не было так хорошо. Тогда ты не уйдешь в спейс-эксплорации, да? Да, я не уйдешь в спейс-эксплорации. Скульптор и художник Дашин Мдаков, напротив, продемонстрировал, как технологии могут дополнять природу. Маленькая копия, большой скульптур, которая будет стоять на берегу мыса Хабой на озере Байкала. С помощью современных технологий из центра Москвы попадаем в ту же секунду на озеро Байкала. Молодой художник Найл Кетинг привез на Биеннале невидимый театр. Это из-за того, что неизвестительное материальное. Дайсон делает воду, а потом чистит воздух. Так что, в самом деле, куски, это тоже из-за того, как вода и чистит воздух. Все это неизвестительное. Так что, например, звук, пустотый воздух, воздух, звук, звук. Так что, есть смело и Wi-Fi. Это тоже здесь. И вот этот робот. Он движется, когда ты приходишь от 7 до 9. Так что, все движется здесь, в зависимости от режима? Да, точно. Так что, это почти как театр, мини-театр. Так что, ты должен сидеть здесь 10 часов, чтобы понять, что происходит. Да, 11 часов, может быть. От 10 до 9. Это, что ты будешь делать сегодня, да? Да, я имею в виду Wi-Fi, так что ты можешь работать здесь. Да, да. Ты можешь привезти к вашему офису здесь, и просто расслабиться. В нашем офисе есть около 30 людей. Это нормально, если мы сюда приходим? Да, точно. Просто привезти к своему шару или кушьеру, и, да, просто провести время, и звук тоже расслабляет. Так что ты можешь... Мы будем перейти к нашему офису здесь, и не платить больше денег. Да, точно. Все выставки данной биеннале будут представлены в бесплатном приложении. Схемы залов, экспонаты, их описания. Ну, а часы подсказывают мне, что времени нет. Так что срочно приходите на седьмую московскую биеннале. Паша Плохой, О2TV.